Главный футбольный клуб республики Селинга меняет название на ФК «Бурятия», а вместе с тем поменялось и все руководство. Предложение поступило от прошлогоднего чемпиона местной лиги футбольного клуба «Дорожник». Они приняли этот вызов, сказали, что будет дополнительный поиск финансовых средств, как и в небюджетных, естественно. Поменялся тренер у нас, и они решили, что все-таки как сборная «Бурятия», она и должна звучать «Бурятия». Поэтому решили такой ребрендинг произвести, хотя на самом деле и Селинга, так сказать, команда с именем, на слуху, но шаг вперед, наверняка и под новым знанием нужно идти вперед. Клуб Селинга образовали еще в 1958 году. За эти 60 лет это название для нашей республики стало настоящим брендом. Местные болельщики всеми своими песнями и кричалками прославляли именно Селингу. Ну вообще, больше сейчас такое отрицательное, наверное, отношение, потому что пять лет болели за Селингу, за сине-белые цвета. Денис уже на протяжении пяти лет состоит в фанатском секторе. Он старался не пропускать ни единого матча, а также не раз поддерживал игроков любимого клуба на выезде в других городах. Впрочем, как и многие другие, активных болельщиков Селинги порядка нескольких десятков. И для них новость со сменой названия и с возможной сменой цветов стала не совсем приятным сюрпризом. Если это повлияет, именно смена на Бурятию, повлияет в сохранении клуба, то есть для дальнейшего развития, то как бы без проблем, ребята, играйте под названием Бурятия. Мы только рады, если будет у нас футбол большой, но пока мы позиционируем себя как болельщики Селинги на данный момент. Стоит отметить, что за все свои годы клуб воспитал несколько игроков сборной, а также легенду мини-футбола Константина Еременко. Лучший игрок 20 века и самый результативный бомбардир. Его даже не стеснялись называть белым пиле. И это, пожалуй, единственные серьезные заслуги Селинги. Такие скромные показатели связаны с не самой лучшей работой местных чиновников. И в последнюю очередь с расположением нашего региона. А над улучшением игровых моментов придется нехило попотеть. Как и игрокам, так и новому главному тренеру. У нас в команде появились два-три человека. Это Рябованов Алексей с «Локомотив Чита» приехал. Осипов Максим с Новосибирска. Ну вот пока два человека, которых не было в команде. Ну и тех ребят, которых мы хотели видеть, непосредственно я хотел, я их пригласил. Кто-то отказался по ряду причин. Некоторые согласились, некоторые до сих пор еще даже ответ не дали. Хотят они, не хотят. Несмотря на приход новых игроков, основной упор останется на своих воспитанниках. В целом меняется только концепция игры, которая зависит от видения нового тренера. И, видимо, всем придется смириться с вынужденными переменами. А нашу команду уже ждут первые игры с 22 по 25 апреля. В Кубке России среди любительских команд третьего дивизиона зоны Сибирь. В общем, ждем всех на центральном стадионе. Приходите болеть за селен... За футбольный клуб «Бурятия». Будамунхоев, Ириша Баганов, АТВ.